Приближаются майские праздники, да и лето не за горами. Новые рингойцы начинают присматриваться к интересным предложениям на туристическом рынке. Выбор богатый на любой вкус и карман. Куда же можно отправиться отдохнуть и как на этом всем сэкономить? В этом вопросе разбиралась Екатерина Ильичева. Не только Турцией и Египтом живут наши отпускники. В этом году как никогда набирает популярность Черноморское побережье. Если три года назад отдыхать в России предпочитал каждый пятый, то сейчас практически половина соотечественников решает провести отпуск в пределах родной страны. Выбор оправдан экономически. Две недели в Крыму или Сочи завтраками и перелетом обойдется на двоих в пределах 70 тысяч рублей. Если с ценами за границей цена почти не отличается, то что он в Крым, на Крым и что наш Краснодарский край. Если по Турции судить, то тут уже кому что ближе выбирает. А по российским направлениям выбирают также Алтай. Некоторые предпочитают природу. Там можно снять домики горные в виде коттеджного типа. Очень красиво. Карелия, сосновые леса, чистый воздух тоже. К кому что ближе. Новый тренд этого сезона – круизный отдых из Москвы или Санкт-Петербурга. Недельный тур по Волге за ходом на остров Свияжск и заповедник Ежи обойдется в 40 тысяч. Это, конечно, дешевле Таиланда или Вьетнама. Эти страны меньше чем за 80 тысяч рассматривать не стоит. К середине апреля существенно подросли в цене поездки в страны еврозоны. Специалисты не советуют надеяться на горящие путевки. Цены растут ежедневно. В этом случае спасти ситуацию может раннее бронирование. В Турцию, в такие страны лучше брать заранее. Будет очень хорошая скидка от 30 до 50%. То есть выгодно. До конца апреля она еще действует. У некоторых туроператоров еще до мая на лето можно приобрести. Весна в Новом Уренгое пока лишь календарная. О тепле можно только мечтать. Новоуренгойцы ждут отпуска и уже прокладывают маршруты в полюбившиеся им страны. Я посещала Индию и Таиланд. Больше всего мне нравится очень в Таиланде. Там уютно, очень хороший народ. Они никуда не торопятся. Очень вежливые и всегда улыбаются. Самый классный в Таиланде. В России отдыхаем. Домой ездим, да? В Курск. В Шри-Ланку. А почему именно это? Почему в Шри-Ланку? Ну, богатая история у страны. Интересно. Океан. Красиво. В России любим отдыхать. Больше никуда не ездим. В Крым или в Краснодарский край. У меня там родственница. Мы ездим на землю туда, к ней. И, соответственно, по пути там отдыхали. Можно было посетить Германию, Францию, Испанию. Где проходят Англию. Где проходят элитные футбольные турниры. Считаю, посетить матчи Барселоны, Манчестер Юнайтед, Атлетика. Так как я футбольный болельщик, и действительно, был бы рад туда попасть. Но пока не получается. В последние годы люди самостоятельно через интернет бронируют гостиницы и покупают билеты в ту страну, которую хотят посетить. Обычно подобные сайты рекомендуют друзья или хорошие знакомые. Так как, пользуясь электронными сервисами, легко можно попасть на мошенников. Я больше не за отельный отдых, а больше за опознание страны. Так можно увидеть полностью все своими глазами и посетить те места, где не увидишь через помощь турагентства. В июне у меня планируется долгое путешествие. Я лечу на Бали. Это будет поездка на месяц. После Бали я лечу на Сингапур. Ну, это на короткий период. И после Сингапура я лечу в Доху. Но если выбраться на море финансы не позволяют, можно исследовать, например, Тюменскую область. Ее площадь больше, чем у Кипра или Израиля. Здесь тоже можно найти, что посмотреть и что посетить. Пусть вдалеке от моря и не по системе все включено. Продолжение следует... Продолжение следует...